Приветствую вас. Первое, о чем хотелось бы сразу с вами поговорить, это о том, вот смотрите, началось это, пишите вы, после ссор. То есть, были ссоры, и после ссор вот это вот у вас начало происходить. Соответственно, необходимо определить причины этих самых ссор, то есть, откуда они взялись, эти ссоры, каковы их причины. Потому что их начальные условия, их начальные обстоятельства, которые, ну, скажем так, повлияли на то, что у вас начались ссоры. Они ведь не ушли никуда. Они ведь остались. И если вы не разберете эти проблемы, не разграничите их на то, что хотите, например, вы, чего хочет, например, ваш молодой человек. И в этих ссорах всегда есть две позиции. И если вы не начнете, не научитесь, не будете правильно удовлетворять, например, свои потребности, и осознавать, где они, а где потребности, скажем, вашего молодого человека, то в отношении вы в свои рискуете окончательно на трусах. То есть, причина ссор – это первая проблема, первый аспект. Дальше, следующий момент заключается в том, что вы пишете. Молодой человек говорит вам о том, что вас ему стало слишком много. Понимать это следует таким образом, что вы, по его мнению, стали нарушать некоторые его границы и, в общем-то, лишили его личного конфликта, ой, личного комфорта, прошу прощения, личного комфорта. Давайте подумаем, а какие обстоятельства, какие условия, какие формы, скажем так, Так, общение с вами и взаимодействие с вами мужчине бы понравилось. То есть, вам сейчас нужно занять такую форму взаимодействия с ним, чтобы она, эта форма, была максимально мужчине приятна. Если этого не будет, я вам это говорю отдельно и специально. Если этого не будет, если вы не сможете занять эту форму, приемлемую для мужчины, то тогда отношения вы тоже будете разрушать. Почему? А потому что ему-то будет неприятно, ему-то будет тяжело, он-то не будет получать того, чего хочет, ему-то будет некомфортно. И это значит, что у него будет постоянное стремление к другой девушке, с которой он сейчас общается. И это очередное, что я хотел до вас донести. Далее, далее, далее хочется сказать так, что он говорит, вот он вам говорит, да, он общается с другой девушкой просто потому, что с ней хорошо, с ней легко общаться, легко, и ни к чему не обязывается. Давайте подумаем. А вот почему мужчина вообще тяготетит к тому, чтобы общаться с такими девушками, с которыми ему легко, с которыми ему хорошо, и чтобы ни к чему не обязывал. Чем это обусловлено? Обусловлено это потребностями мужчины. То есть, ваш молодой человек чувствует потребность в том, чтобы общаться с такой девушкой, с такой женщиной, которая ему дает легкость и непринужденность. Отсутствие обязательств. И тогда и несложно догадаться, что именно этого, вот именно всего этого, ради чего он общается с другой девушкой, ему не хватает вас. Чтобы отношения вернулись, как вы говорите, чтобы отношения возродить, чтобы отношения сохранить. Вам нужно дать ему то, что нужно. Вам нужно дать ему то, чего мужчина хочет от вас получить. И если вы не будете ему этого давать, я боюсь возникнуть проблемы, он будет все дальше и дальше от вас отдаляться, все больше и больше от вас отстраняться, то пока она не отстранится совсем. Также ошибкой с вашей стороны является еще и то, что вы желаете вернуть отношениям искру. то есть вы как бы не приемлете того, что у вас есть сейчас. Вы хотите, ну, чего-то другого. Хотите до того, например, что было раньше, какое-то время назад. А это, к сожалению, невозможно. потому, что ваши отношения были тогда одни, сейчас они другие, и то, какие они есть, это реальность. Вам нужно стараться получать удовольствие от того, что есть сейчас, стараться ценить то, что у вас есть сейчас, и как бы приумножать то, что у вас есть сейчас. Если вы делать этого не будете, то, боюсь, у вас начнутся опять-таки достаточно серьезные проблемы. Просто потому, что мужчина не может дать вам того, чего вы хотите. и никто бы не смог. Ведь, повторю еще раз, отношения, если они вот развиваются, они никогда не стоят на месте. Они всегда двигаются, они всегда видоизменяются. И вам нужно быть готовым принимать их, эти отношения, любыми, а не только какой-то один их вид. Потому что получается тогда, что вы не с человеком в отношениях состоите, а получается тогда, что вы в отношениях состоите для себя. ну, я же не думаю, что вы хотите этого действительно. Я не думаю, что вы именно хотели бы, точнее, того, чтобы мужчина, например, думал о том, что вы с ним для себя. Я вот не думаю так. И вам нужно это ему показать. Для того, чтобы это ему показать, что и нужно как раз принимать ваши отношения с такими, какие они есть, не стараться их менять, не стараться их как-то видоизменять, подстраивать под себя и прочее. Все это достаточно бесполезно, не нужно и лишено всякого смысла, а также деструктивно. Вы старайтесь предпринять то, что у вас есть. старайтесь получать от этого удовольствие от того, что у вас уже есть. И вот тогда у вас появится реальный шанс в твои отношения с тихоней. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если делаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи. Удачи! Удачи! Продолжение следует...